Наши ученики, учителя и также родители приходят на 4-этажные школы, ищут свою фамилию, имя, учителя и родители просто расписываются и получают вот такие вот избирательные бюллетени, в которых они голосуют за понравившийся кандидат. Я проголосовал за Аню Белову, так как она моя одноклассница, во-первых, во-вторых, у нее большие перспективы. Я считаю, что выбирать президента школы нужно. Я на протяжении уже 11 лет являюсь активным участником как в жизни школы, класса, и для меня это все действительно интересно, что-то делать, придумывать, организовать какую-либо действительность и развивать ее в школе. Ученики воспринимают не только как какое-то очередное мероприятие, игру какую-то, но и видят реальные вещи, которые присутствуют в настоящих выборах и понимают, что делают какой-то осознанный и важный выбор. Один из первых важных выборов в своей жизни. По итогам выборов новоиспеченных руководителей пригласят в правительство Вологодской области, где им выручат значки и удостоверения, подтверждающие их новую должность. А сразу после встречи ребята отправятся на образовательный сбор лидеров школьного ученического самоуправления, где получат новые знания в плане организации и развития ШУС. Пока! Привет! Меня зовут Анича Флагина и прямо сейчас мы примем участие в празднике, где каждый волокжане может насладиться веселыми песнями и плясками, познакомиться с давними традициями и обычаями, а также сыграть в уникальные старинные игры. Ну что, поехали! Сегодня у нас проходит большой форум и огромное количество площадок абсолютно для разных людей. И сейчас вот такая интересная интерактивная форма, когда переходя от двора ко двору, можно знакомиться с разными напевами из разных регионов, разных областей нашей, из разных районов нашей области, пробовать какие-то игры, пробовать вот на себе вот эти пляски, наигрыши, заигрыши различные. Ну, в такой снегопадок вспоминается традиционная русская зима. Холодная и снежная, но зато с яркими играми и представлениями. И я хочу поучаствовать во всех играх. Поехали! Яркие русские народные костюмы так и погружают в атмосферу древней Руси. А я хочу узнать, что они именно означают и небольшую их историю. Ребят, расскажите, какие это русские народные костюмы и что они означают, может, историю какую-то? Это обычные русские народные костюмы, которые состоят из спартука, сарафана и обязательно должен быть пояс. Пояс считается оберегом костюма из самой девушки. Он должен и у мужчин, и у женщин. Ну, к концу мероприятия здесь прошла общая чаепития, которая объединяла всех участников в одну большую дружную семью. С вами была Таня Чплагина. Пока! Всем привет! Меня зовут Лера Васильева. В преддверии Дня Учителя 20-я школа имени Героя Советского Союза Владимира Константиновича Долгова отмечает свой день рождения. В этот знаменательный день состоялось еще и радостное событие – открытие музея «История школы». Давайте скорее посмотрим! В свое новоселье 20-я школа праздновала на проспекте Победы осенью 1962 года. Первые ученики и учителя еще помнят, как более чем полвека назад переехали в новое здание из старенькой деревянной двухэтажки. На улице проспект Победы, раньше это была улица Попаненцев, выросло четырехэтажное, грациозное здание – это наша школа. И сегодня мы отмечаем 53-й год рождения. В этой школе учились многие выдающиеся жители нашего города, в их числе директора многих вологодских школ или, например, основатели баскетбольного клуба «Чеваката». И о жизни многих из них расскажут экспонаты школьного музея. Задумки о музее начинались еще много десятков лет назад, но воплотила все мечты в жизнь учитель математики Светлана Кузьмина, которая вместе со школьниками и педагогами собрала более тысячи экспонатов. Например, галстук самой первой пионервожатой. Долгое время пионерская дружина носила имя дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Германа Титова. Сейчас же символом школы стал волокжанин Владимир Долгов, лейтенант рабочей крестьянской Красной Армии. А здесь представлен результат целенаправленной и творческой работы учителей, учеников и их родителей. История школы продолжается и музей будет пополняться новыми экспонатами. Желаю музею долголетия. На этом у меня все. Пока!